А теперь давайте перейдем к пункту Б, сущность толкования. Наш курс называется «Толкование писания». Описание мы уже кое-что сказали. А теперь самое время сосредоточиться на другом ключевом слове в названии курса – «Толкование». Хотел бы привести вам цитату из книги Бернарда Рэма. Мне кажется, что это недооцененный евангельский богослов современности. То, что он пишет, всегда глубокомысленно. Не со всем этим, конечно, можно соглашаться, особенно последние его произведения. Тем не менее, Рэм всегда побуждает к размышлению. Вот что он пишет в своей небольшой книге, которая называется «Герменевтика». Значение этого слова мы обсудим несколько позже. Он также является редактором тома по герменевтике издательства «Бейкер». Книга эта довольно старая. Впервые она вышла в 1974 году. Однако на Amazon.com его еще, наверное, можно найти. К тому же, Рэм еще является автором статьи по герменевтике. Бернард Л. Рэм. Вот что он пишет. «Богословская дисциплина, которая нацелена на правильное толкование Писания, называется герменевтика». «На здравой герменевтике зиждется правильная экзегеза. А экзегеза лежит в основании правильной библейской проповеди», утверждает автор. Следовательно, здравая герменевтика – это то, что выражается латинским термином, который обозначает «желаемое». «Желательное» для изучающего и проповедующего Слово Божие. Автор говорит, одно дело признавать Писание Словом Божиим, и совсем другое – правильно его толковать. Если вы собираетесь проповедовать это Слово и с его помощью взывать к человеческой совести, следует научиться правильно его интерпретировать, чем, собственно, и занимается наука герменевтика. Мне представляется, что герменевтика стремится понять содержание Писания. По сути, герменевтика – это и наука с определенным набором правил, и искусство, требующее суждения. Она содержит как научные элементы, так и элементы в толковании Писания, которые сродни литературному исследованию или анализу. Разумеется, в древнем мире Гермес был Богом. Гермес был глашатаем, посланником богов. Так вот, в то время слово «герменея» означало «истолкование». Вот откуда происходит значение этого слова. «Герменевтика» – наука об истолковании, правильном извлечении смысла. «Герменевтика» – наука, открывающая нам возможности для правильного понимания Божественного послания. Как учебная дисциплина, герменевтика пытается устранить препятствия на пути к пониманию. Например, препятствия исторического характера. Именно поэтому герменевтика раскрывает нам общий исторический фон Библии. То есть она вписывает тексты в культурный контекст Древнего Ближнего Востока и I века н.э. Герменевтика также стремится устранить и культурные барьеры, культурные препятствия. Так она разъясняет, что святое Лапзани в Новом Завете не сексуальное домогательство. Герменевтика устраняет культурное недопонимание и барьеры. Помогает она преодолеть и языковые барьеры, раскрывая нам правильное значение слова выражений, особенно в их переводе на английский и другие языки. Помню, на заре своей христианской жизни, примерно в 18 лет, а отец мой посещал англиканскую церковь, я же обратился к Богу в церкви плимутских братьев. Так вот, однажды утром на воскресном служении, а это было служение хлебопреломления, пастор вслух зачитывал собранию отрывок из книги Иисуса Новина. О Библии я тогда знал очень мало. Крайне мало. Однако мне было известно повествование о Новом ковчеге. Кое-что я об этом знал, правда, точно не знаю, откуда. Но когда прозвучал отрывок о том, что священники перенесли ковчег через реку Иордан, у меня наступил кризис веры. Я тогда ничего не знал о том, что ковчег это то слово, которое в еврейском языке обозначало ящик. То есть ковчег это был такой большой ящик. А ковчег Завета понятно был тем ящиком, в котором хранились скрижали Заветы и так далее. То есть священники переносили через реку ящик, а не корабль. Итак, правильно герменевтика устраняет это языковое недопонимание. А теперь выражение библейское богословие. Что означает оно? Пункт В. Суть библейского богословия. Напомню, что мы рассматриваем вводную часть курсу. Мы обсудили пункт А. Сущность Писания. Пункт В. Сущность Толкования. Понимание смысла. А теперь переходим к пункту В. Сущность библейского богословия. Мне очень импонирует то, Брайан Роснера Брайан Роснера. Напоминаю, в словаре библейского богословия. Ведь данный курс Писания и Толкования по сути вписывается в рамки библейского богословия. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете узнать на сайте www.3wtvseminary.com Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok